Воскрес! Так вот, закончилась же Пасха? 40 дней будет приветствия это, молодой человек. Ну, воистину Воскрес. Да, до Вознесения Иисуса Христа. И поэтому нас Святая Библия этому учит. Ага, а что вы тут делаете? Людям в этом Содоме и Гаморе указать путь к свету. А, это как? А так, считаем Евангелие, Псалтырь, рассказываем о Боге. И зачем они сюда пришли? Место разврата, который этим занимается, ни один Царствие Божие не наследует. Вечно в огне будут гореть. А, то есть, если вот пользуются вот этим вот, вот этим, да? Да, мы говорим. Только не курите, пока разговариваем. Не курите, пожалуйста. У нас не положено разговаривать с человеком, когда он губит сам себя. Хорошо, я вас услышал, но... Так, вы можете зайти на наш YouTube-канал. Он называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» сейчас, секунду. Может, не то открылось? Православный библейский сайт. Это сайт открыли вы. Молодец. Как вы попали туда? А это YouTube. В YouTube канал называется. Заряди канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. YouTube сейчас... Больше нашего канала там нигде нету. 15200 роликов. Канал «Во свете Библии» открытый оком Игнатий. Игнатий Лапкин там. А вы кто? Сколько там подписчиков? Так, подписчиков. Смотрим. Так, тысячи... Так, это... Посмотров. Подписаться. Главное видео... Повыше возьмите, повыше. 36300. Так, понятно. А просмотров 35 миллионов. Ага. Посмотрим, сейчас посмотрим. Это на весь канал за 6 лет. Так, мы зашли сюда ответить на вопросы, какие есть у людей. Ага. Так вы проповедуете что? Расскажите, пожалуйста. Мы проповедуем Христа Воскресшего и распятого за наши грехи. Что Он прощает нам грехи, когда мы молимся, просим прощения, чтобы мы жили по Его заповедям. Хорошо. А что вы знаете про Иуду? Что? Про Иуду. Знаете? Иуда. Иуда это Искариот. Там Иуда не один был. Какой Иуда? Искариот или который апостол? Апостол. Ну, апостол. У него послание Иуды есть. Самое строгое послание. Оно последнее среди посланий, а дальше послание к кремлинам идет. Хорошо. А что вы знаете про вот это вот послание? Про что? Про послание Иуды. Так, не пойму никак. Еще раз повторите. Вы говорите это, что Он знает про послание Иуды. А что вы знаете про послание Иуды? Про послание Иуды что? Да. Его надо считать одна глава. Вы будете слушать, если я открою. Вы сами откроете. Зачем? Я слышал это все. И Он говорит о предателях. И о том, как спорили. И как Архангел Михаил о теле Моисея спорили. Это самое строгое послание в Новом Завете. А что вы знаете про Иуду? Кто это такой? Предатель. Предатель? А почему предатель? Ну почему? Бор был. Он воровал то, что им давали деньги. Раз. А во-вторых, очень хорошее толкование дает на это место. Митрополит Григорий Санкт-Петербургский. Первое предательство сделал Христос. Он, говорит, предал его интересы быть старшим забвению. Сказал, что я буду распят. А он ждал, что Христос будет президентом, как по-нашему сказать. И он предательством ответил на предательство. Вот так объяснение дается. Объяснение дается. А как вас зовут, извините? То что? Завод вас как? Меня зовут Игнатий Лапкин. Игнатий. Очень приятно. Меня зовут Андрей. А что вы знаете про церковь? Церковь одна. Ни две, ни три. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 18 стих. Христос, говорит, создам церковь, и врата не одолеют ее. Церковь, она при Христе была. А вы знаете про служеников церкви? То есть батюшек и тому подобное? То есть высшие? Да мне еще знать-то, потому что у меня брат родной священник. Мы строим с нуля православную деревню. Допустим, вот смотрите, вот мне 22 года, да? Да. То есть тогда, когда я знакомлюсь с человеком, просто вот в компании, да? И оказывается, что он батюшка. Так. Когда я задаю мой вопрос, то что вот, Петр, что ты делаешь? Допустим, вот в церкви, он говорит, знаешь, Андрей, я хожу туда просто на работу. А когда я его спрашиваю, как у тебя зависит заработная плата, он говорит, ну, знаешь, мы просим монету. То есть вот так, вот так и вот так. То есть вот как у меня, да, вот у 22-летнего, извините за выражение, пиздюка, да? Как у меня может сложиться мнение о церкви? То, что если сам батюшка ходит туда на работу и при этом всем он просит деньги. Вы только не ругайтесь, плохие слова не говорите, это совершенно не годится. Я извиняюсь. Не надо, не надо, потому что люди будут слушать и скажут, что говорится у вас тут. А, то есть у вас ютуб-канал? Обязательно. Вы сами себя услышите и скажете, вот поганый язык, что я наделал. Поганый язык, хорошо, я вас услышал. Ну, ладно, говорите. Ну, при этом, да, то есть я к батюшке обращаюсь, говорю, Петр, вот знаешь, вот так вот как? Он говорит, Андрей, я хожу туда на работу, ни более, ни менее. Как я могу уважительно относиться к церкви? Вот вы мне объясните, пожалуйста. Ну, и знаете, что... Батюшка, вот, секунду. Если тут батюшка, к которому я обращаюсь, да, вот у меня есть проблемы, вот действительно есть проблемы душевные, не знаю, там, есть вот свои эмоциональные проблемы. То, что я вот, не знаю, вот в себе одержу, да, вот принято, не знаю, воспринимать. Я иду в церковь, и я, как это сказать, прошу прощения, да, вот как у вас принято. То есть я высказываю все свое мнение об этой ситуации. То есть я делюсь самым сокровенным, что у меня есть у людей. И после этого мне человек говорит, что, Андрей, я хожу на работу туда. Я за это получаю деньги. Хотя при этом всем человек, батюшка, батюшка, он ходит в клубы, он употребляет спиртное, не в пост, ни разу не в пост вообще. И в пост тоже он употребляет, да. Он, как так говорится, блудствует, да, то есть он занимается сексом и тому подобное. И после этого, вот я задаю ему вопрос, вот как, вот так вот. Он говорит, я хожу на работу. Как я могу уважительно относиться к сердцу? Ну вот вы уже пять раз одно и то же повторили. Скажал, секунду. То есть я уважительно отношусь к вере. Вот к вере я отношусь уважительно, да, потому что для того, чтобы человеку существовать, да, ему нужна вера во что-то. Не важно, там, кто это будет, там, какой бог и тому подобное. Но это моя политика, это сугубо моя политика. После этого, да, то, что почему я должен относиться к человеку, ну, к церкви уважительно, да, или вот к батюшке. То, что я понимаю, что они все собираются вот так вот в кучу и делают грехи по факту, если вот так разобраться. То есть они блудствуют, они пьянствуют. Понимаете, вы одно и то же повторяете это колесо, ну, то вы слушаете ответ. То есть у вас эта тема наболела, и вы ее крутите, а это вам не надо даже. Не наболело, как бы, просто знаете. Я вам отвечаю, он за себя отвечает, он не должен быть священником. Он должен быть, если такие, допустим, вы говорите правду, все знаете, он должен быть извергнут, а не священник. Это разбойник. Да, но почему при этом всем, знаете, он обращается за поддержкой к своему высшему патриарху, да, как говорится. И патриарх дает ему те деньги, которые ему нужны. Что он дает? Вот вы наговорили, обращается священник, патриарх туда никогда не обращается, никто с ним разговаривать не будет. Священник это низший класс, угнетаемый. Как вам сказать? Как вас зовут? Илья, да? Нет? Что? Зовут вас как? Игнатий Тихонович. Игнатий, смотрите, то есть я знаком с батюшкой, да, но не просто бы не в церкви познакомился, нет, вот не вот так. Просто это было вот мероприятие, которое вот не, как сказать, не было в церкви, вот ни разу вообще. Да, то есть это вот к церкви никак не относится. Я просто, я вот обычного человека, который точно так же живет, как и мы, точно так же, но при этом всем он не работает. Он просто-напросто ведет службу, он с определенного времени, да, там есть служба с 5 утра, да, и она заканчивается с 12 дня, там, или с 4 дня. Ну, это вот как церковь назначена, да, и после этого, то есть они получают монету, да, вот как они говорят, то есть мы у людей получим монету. Вот так, да, то есть вот я вот, извините за выражение, я сопляк, сопляк, который, которому 22 года к вам обращается, и после этого дает раздеть суть церкви. Вот церковь для меня, вот на самом деле, да, вот после вот этого знакомства, знакомство не с одним матюшкой, вот реально с одним матюшкой, оно дает понятие, что церковь это финансовая пирамида, которая не облажается налогами. Что вы можете ответить на вот... Я вам сказал уже, вы ровно 6 раз повторили одно и то же. Священник плохой, а вы не ходите к нему. Нет, я не говорил такого. Да вы сказали хуже, он подлый, он пробрался туда, он, он, это, это бандит в рясе, бандит, а в них патриарх Алексей Второй говорит, каких бандитов мы принимали в церковь, если вот все, как вы говорите, правда, это бандит. Вы думаете то, что патриарх настолько святой человек, что он ничего такого не будет? А я думать не буду, потому что я грешник, мне надо о себе позаботиться. Грешники все. Чужие сучки считать некогда, надо со своими бревнами разобраться. Да? Да. Вы уверены в этом? Я не уверен, я этим живу. Мне 80 лет, я 53 года, 56 лет иду сознательно по Евангелию. И у нас нет ни свящей, вот у меня брат священник, у нас этого ничего нету. Он сам работает, держит овец, с тарелкой у нас не ходят, не смешивая. А по-моему, это сами. Алтайский край, город Барнаул. Алтайский край, это да, это о многом говорит. Вы знаете, какое восприятие в городе? Не знаю, там Москве и, не знаю, там вот в больших краях. Что, кто, кто тут? Метрополит? Восприятие, восприятие очень такое скептическое, очень. Потому что, знаете, что... Мне зачем это нужно, когда написано, молитесь за старей за начальствующих? Сейчас будете говорить о Путине, вы что о нем хорошее скажете? А я должен молиться, а не ругать его. Да? Да. Должны? А кому вы должны? Знаете, я молюсь утром так. Господи, вразуми правителей. Я закончу молитву. Благослови Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Эрдогена, Амана. И молимся за Рамзана Кадырова. И за турецкого Эрдогена. Повеление Божие, молитесь за старей за начальствующих. А я буду сидеть в Махатне, и у меня нету, мне некогда. Я должен семь раз, семь раз, это сотни сто у меня, молиться. У меня нет другого, я верующий. Верующий, да. Я вас понимаю. Рамзан Кадыров, кто он такой для вас? Правитель Рамзан Ахматович Кадыров. Который, я подарил ему книги, он мне прислал грамоту благодарственную. И? И он является запором, там без него что бы было еще? Много чего-то было. Он двери держит на запоре. Какие двери? Двери, которые оттуда по этим ущельям грузинским идут сюда. Которых называли боевики, он называет их шайтанами. Которые взрывают детей. Беслан, Буденовск, Ночей Совести. А почему война продолжается до сих пор? Вы мне объясните. А что они, что объяснять-то? Тут я там ездил. Потому что, вот у нас если где-то бывает, там милиционеры стоят, у них стоят с автоматами. А в Дагестане были, у них стоят со снайперскими винтовками. И? На улицах. Это разве вы считаете, что это приемлемо? Тогда, когда вот полиция стоит, не знаю... Так, минутку, подождите. Хорошо. Кто? Кто? То ли посвящался кто-то, то ли нет. Так, я вам коротко отвечаю. Вы не вопрос задаете, а вы пытаетесь рассказать что-то наболевшее. То у нас и времени нет на это. Наболевшего у меня нет. Я четко отвечаю, как студентом. Я в пяти университетах одновременно был занятия. И у меня на сайте ответ на 4124 вопроса. А каждый вопрос я должен ответить, что Библия говорит, святые отцы, это 300 томов. Жития святых 1173 биографии. Вот ответ. Нет, мне некогда говорить. Или я отвечаю, что сказали 300 поэтам за 300 лет по определенной тематике. Мне некогда ерундой заниматься. Вы понимаете то, что вы сейчас уходите от ответа очень быстро? Я поднимаю людям уровень другой, чтобы был. Взойти на духовный уровень. Пожалуйста. Я вам сейчас скину ссылку, да, где патриарх московский, да, как принты считать. Он стоит и говорит то, что пей, люби, занимайся сексом, у тебя один день. Ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Как вы сможете объяснить? Что там интересно? А там в Библии написано, и Клисиас говорит. Юноша, вы на полсловия прерываете. Вы на полсловия пребываете, не слышите. Секунду, секунду, пожалуйста. Он ездит в бронированном автомобиле, да? То есть, хотя почему? Он после своей жизни, не знаю, Богу, Бог его защитит. А вы бы отказались от такого автомобиля, если бы вам дали даром и охрану? Я отказался бы, да. Ну да, похоже. Иначе бы вы за другим не присматривали. Это зависть сжигает человека. Это абсолютно не зависть. А почему я это знаю, и почему мне этой разницы нет? Я молюсь о нем. Я никогда не завидовал. Никогда. Вы сегодня молились утром? Утром молились сегодня? Молились утром? Что еще раз? Утром сегодня вы молились Богу? У меня сейчас утром, но я нет, не молился. Не молились. Ложась спать вчера, вы молились Богу? Нет, не молились. Вот и ответ. То есть, у вас там мусорный ящик в башке? А, то есть, если вы думаете, если человек не молился, при этом все, у него должен быть мусорный ящик. Да, да. У тебя никуда не уходит, не перегорает. А ты бы, видя это, сказал, господи, как бы мне не соблазниться-то? Да помоги, да поставь на ноги. Путина ругают, а ты на его месте лучше бы сделал. 120 миллионов абортов сделали за перестройку. Страна пустеет. Перестройка. Вы знаете, вот знаете, сколько Путин у нас на протяжении каких лет? 19 лет, да? То есть, Путин, насколько я знаю, на протяжении 19 лет он правительствует. Правильно? Я не про это сказал. Я не вникаю даже совершенно. Я молюсь и благодарю Бога, что ночь прошла и день приблизился. Вот знаете, вот ваши слова до Бога лучше. Вот честно, на самом деле. Я не против веры. Нет, нисколько. Я не против веры, на самом деле. Потому что я тоже верю во что-то, да? А во что? Что у меня. А во что? Не важно. Это важно. А давайте помолимся сейчас. Я не буду с вами делиться. Знаете почему? Я не буду с вами делиться, потому что я понимаю, на самом деле, то, что моя вера, которая у меня есть, да? То есть, я ей предан. Но я не буду с вами делиться, почему? Потому что я вижу, что вы тот человек, который он просто-напросто предан системе. Системе церкви. А вы знаете, что написано в Библии? Бесы веруют. Пожалуйста, вот вы сейчас, если вы сказали то, что вы полностью весь видеоролик, вы не вырежете это все, да? То есть, ответьте, пожалуйста, когда во главе церкви стояла женщина. Хоть один раз. Никогда. Никогда не было этого. Вот знаете, что я могу вам сказать? То, что вы сейчас абсолютно неправы. Потому что Екатерина Великая, Екатерина Великая, не помню, первая или вторая, честно, я не могу сказать точно, потому что я сейчас выпивший, да, и я не помню. Хотя я вправе с вами сейчас бороться, да? Ни одной у священника не было, ни одной деканницы женщины не было. Никогда. Вы просто видны историю. То, что Екатерина Великая, Екатерина Великая, она... То есть, вы не знаете, ладно, не надо. Знаете, нам отвечать за это пустословие надо. Конкретно у вас духовные вопросы есть? Это факты. У вас духовные вопросы есть? Вы сейчас, вы сейчас пытаетесь не донести. по факту... Ну, сегодня умрете, вам это потребуется или нет, а? Сегодня умрете, умрете. В церкви она была, женщина была. Была. А скажите, а дьявол есть или нет? Дьявол есть такой? Я не знаю. А вот смотрите, мастер Маргарита, зарядите, там Басилашвили и Олег играет Воланда. Маргарита, то, что вы сейчас взялись, это вот цитировать, да? То есть, по факту, мастер Маргариты, это выдумка одного очного века. А читаем, отче наш, избави нас от лукавого. Избави нас от лукавого. Отче наш читаем. Это уже не мастер Маргарита. Это не мастер, нет. Отче наш, избавь от лукавого. Бесы написано. Бесы веруют и трепещут. Я буду с вами спорить до самого вечера. Я буду с вами спорить. Да зачем спорить? Спорить тот, он еще не знает. То же самое, извините за выражение. То, что вы будете спорить со мной. Так, давайте по-хорошему. Я понимаю свою... Давайте простимся, потому что у вас конца не будет этого мусорного ящика. Нет, почему вы хотите закончить вот это? Да нет, у вас никогда не закончится. Вас сатана мучает вот так вот и крутит на одном месте. На секунду, пожалуйста. Вы знаете то, что у меня своя правда? Секунда прошла. Прошла секунда. Все. А секунда прошла? Да вы просили секунду, а я дал минуту. У вас надо забота о душе. Она у вас заброшена. Это правда на вашей стороне. Я вам рассказываю о Боге, о вечности, о спасении во Христе, а ты мне чужие грехи не делишь. Да не хочешь вы этого, да? Но сколько раз меняли историю. Знаете, вылезьте из этой помойной ямы. Посмотрите на свет, на свет, на солнечное. Не, извините, нет. Вы мне извините, конечно, вы поясните, из какой помойной ямы я должен вылезть. Из той осуждения другого. У вас осуждение затмило глаза ваши. Патриарх не такой, президент не такой, евреи не такие, мусульмане не такие. У вас все не такие, а вы один хороший. Нет, с чего вы взяли? Я абсолютно, я никого виноват не считаю в этой жизни. Так, Андрей, вас Андрей звать? Знаете, почему? Да уже не надо, не надо, пустое все. Вы это не кончите. Андрей, давайте закончим. Закончим. Если вам надо, вы найдите по скайпу меня, Игнатий Лапкин. По скайпу. Нет, дело не в этом. Я ухожу, еще раз говорю. Вы время только съедаете, ничего от вас нету здесь. А какое время? Подождите. Не надо, не надо. Вы одно и то же говорите, вы даже не замечаете. Подождите, что вы пытаетесь здесь найти? Скажите, скажите, вы внебрачные женщины имели? И? Имели? Имели. Имели, поэтому мозги у вас дырявые. И вы даже не понимаете, что у вас... Это не дает показателям. Зачем вам это нужно? Это чужая грязь. Они за это ответят сами. Чужая грязь? Ты сам думай, как ты отвечаешь перед Богом, сегодня умрешь. Подождите секунду. Вы имели внебрачную женщину? Секунда кончилась опять. Дайте секунду. Прошло уже все. Вы за словами, пожалуйста, нацепляйтесь. Вы имели брачную женщину? Вы заметили, что у меня памяти нету? Нет. Так вы еще не знаете. Если вы посмотрели в книге мою, у меня 38 томов вышло. А будьте добры, ответьте на него. Я отвечать вам и не буду, потому что оно и к делу не относится. Вы имели... Не знал. И повторяю, не знал. Повторяю, не знал. Совершенно не знал. И поэтому Бог меня сохранил в памяти полной. Поэтому, извините меня, пожалуйста, за такое выражение, конечно, вашему... Тихо, 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 тихо.